А вот еще одна история. Среди европейских монархов встречаются короли, цари и императоры. Давайте разберемся, кого, как и почему мы так называем. Титул император пришел в нашу речи историю из Римской империи. Изначально он указывал на того, кто получал высшую исполнительную власть и мог действовать от имени государства во всех областях общественной жизни. Первым императором Рима стал Октавиан Август, получив впоследствии почетный титул отца Отечества. А первым императором в России стал Петр Великий, который принял этот титул после победного завершения Северной войны. С именем Юлия Цезаря связан титул царь. Каким образом? Русское слово царь это искаженное латинское слово кесарь, цезарь, прозвище, которое было дано известному римскому полководцу и означало «пышно-волосый». Первым царем в истории России был Иван IV Грозный, которого венчали на царство в 1547 году, хотя есть упоминания в этой связи и Ивана III. Несмотря на то, что в 1721 году был принят титул император, слово «царь» употреблялось наравне. Имя Юлии Цезарь также дало название титулу правителей германской империи – кайзер. Европейских монархов принято называть королями и королевами. Почему? Русское слово «король» по одной из версий является адаптацией имени Карла Великого, короля франков VIII-IX веков и основателя французской правящей династии королингов – Карлус Магнус. В истории России титул короля не употреблялся. Английское слово «кинг» предположительно восходит к староанглийскому «кинг» – семья, раса. Поэтому английский термин «кинг», возможно, прежде означал «лидер народа». Французское «руа», румынское «редже», испанское «рей» происходят от латинского титула «рекс» – король, царь, которым называли правителей Древнего Рима. Таким образом, можно утверждать, что титул главы монархического государства тесно связан с традицией и культурой каждой отдельной страны.